Геннадий Головкин выбрал победителя боя Уайлдер в Юре. Василий Ломаченко озвучил причину поражения Адониса Стивенсона. Стивенсон после боя с Гвоздиком госпитализирован в тяжелом состоянии. Эксперт и тренер украинского боксера Александра Гвоздика Тедди Атлас обратил внимание на судейство боя своего подопечного с канадцем Адонисом Стивенсоном. Всем привет, вы на канале Футбокс, самые актуальные новости бокса, ММА и футбола. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Один из тренеров британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри Бен Дэвисон отметил, что ряд известных боксеров. Из специалистов признали цыганского короля победителем поединка против Диантея Уайлдера. Данное событие прошло утром в Лос-Анджелесе 1 декабря. Его итогом стала ничья, при этом Уайлдер дважды по ходу боя отправлял Фьюри в нокдаун. Со слов Дэвисона к сторонникам победы британца также относятся казахстанец Геннадий Головкин и его тренер Абль Санчес. Флойд Мейвезер, Геннадий Головкин, Абль Санчес, все считают Тайсона победителем. Стив Архут из Шоу Тайм и БТ Спорт считают «Также, поэтому такой результат нас расстраивает», — сказал Дэвисон интервью. Напомним, что Санчес в беседе с Вилайн Фемидиа озвучил собственный счет встречи 115-111 в пользу Фьюри. Сразу после победы Александра Гвоздика над Адонисом Стивенсоном, украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко пообщался с представителями канадской прессы. Лидер Pound for Pound поделился впечатлениями о поединке Гвоздик Стивенсон и назвал причину поражения канадца. «Вам понравился этот бой. Это был отличный бой. Мы ждали этого момента и теперь имеем еще одного чемпиона мира из нашей страны. Это большая честь для нас. Это был невероятный поединок». Адонис Стивенсон был чемпионом уже продолжительное время. Стивенсон лидировал по очкам до остановки, что вы думаете о бое? Я думаю, Стивенсон слишком стар для этого спорта. Вот почему он проиграл, у него хорошая реакция, хорошая сила. Но на сегодня этого недостаточно, сказал Василий Ломаченко. В ночь на 2 декабря в Квебеке Канады состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный поединок в полутяжелом весе Адониса Стивенсона с Александром Гвоздиком. Украинец сумел нокаутировать Стивенсона в 11 раунде и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC. Канадец долго приходил в себя после тяжелой атаки Гвоздика. По завершении боя он был не в состоянии дать комментарий журналистам и был отправлен в больницу. Согласно заявлению из лечебного учреждения, Стивенса находится в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжелое. Семья боксера воздерживается от комментариев и призывает всех уважать право Адониса и его близких на частную жизнь. Эксперт и тренер украинского боксера Александра Гвоздика Тедди Атлас обратил внимание на судейство боя своего подопечного с канадцем Адонисом Стивенсоном. В 11 раунде Гвоздик отправил своего соперника в глубокий нокаут. Однако к этому моменту проигрывал на карточках двух судей, один насчитал 94-96, а второй Джек Вудберн. И вовсе 92-98, третий судья, почти как и первый, увидел бой очень близким, 95-95. Это преступление, когда вы канадского сажаете судью судить такой бой, как этот. Счет 98-92, это смехотворно, вы могли просто заранее сказать, что у вас одна судейская записка уже готова, просто скажите, мы будем драться с форой, а не так, что один из судей представляет страну одного из боксеров. Получается, мы должны были выиграть каждый раунд, чтобы получить раздельное решение, сказал Атлас. Субтитры создавал DimaTorzok